Уже сегодня автодром Сочи готов принимать на своей территории тысячи зрителей и участников заездов. Работа персонала отработана до мелочей. Качественная не только трасса. Строители позаботились и о зрителях. Есть как временные трибуны, так и места премиум-класса. Цены от 11 тысяч рублей до 50. Подготовка к заездам идет полным ходом. Устанавливают светофоры, чистят места для зрителей. Принимают уже и ценный груз. Операция по доставке всех грузов Формулы-1. Это на несколько сотен тонн грузов уже в полном разгаре. Сейчас в Эмеретинский порт прибыло судно и уже разгружено. Прошло все необходимые таможенные процедуры. С тем грузом, который ездит, у которого в Формулы-1 несколько комплектов. И они ездят по разным гран-при именно морем. Это оборудование в первую очередь обеспечивающее телетрансляцию, благодаря которой сотни миллионов людей по всему миру в прямом эфире уже через, уже на следующей неделе увидят гран-при России. Сама же трасса автодрома Сочи может использоваться круглый год. Ее длина 5854 метра, ширина от 13 до 15 метров, направление движения по часовой стрелке. Здесь 18 поворотов, 12 правых и 6 левых. Планируемая максимальная скорость болида Формулы-1 320 км в час. Особое внимание гонщики уделяют затяжному третьему повороту с отрицательным уклоном. Это одна из изюминок трассы. К заездам уже готовятся и сами команды. Если говорить о готовности, то мы полностью готовы. Приходят грузы, приезжают первые представители команд. Уже в ближайшее время, в понедельник, прибудут уже представители Формулы-1. Команда вся готова, сделала фантастическую работу. Да, мы готовы к гран-при. Всего же этап Формулы-1 в Сочи собирается посетить около 100 тысяч любителей гонок со всего мира. Россияне тоже смогут поболеть за своих. Нашу страну представляет команда под названием Маруся. Гран-при Сочи пройдет с 10 по 12 октября. Все уже готово, трибуны готовы, трасса готова. Не хватает финального штриха. Это запах оженной резины и следов тертых шин на этом асфальте. Кстати, по Сочинскому автодрому теперь можно прогуляться онлайн. Попасть на него можно с помощью сервиса «Просмотр улиц». Это первая трасса в мире, панорамы которой стали доступны в сервисе еще до проведения официальных гонок. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова